МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Запорудская Анна. Это телепроект «Открытый диалог» на телеканале «Индекс». Домашние питомцы издавна живут рядом с человеком, но держать их в квартире или доме – это не только радость, но и большая ответственность. Поэтому прежде чем завести четвероногого друга, нужно не только взвешенно подойти к решению, но и внимательно ознакомиться с правилами содержания домашних животных. Сегодня у нас в гостях директор общества с ограниченной ответственностью кинолог «Хелп» Ирина Рубшта. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Анна. Давайте разбираться, каких же животных можно содержать в жилом помещении. Проще сказать, каких животных нельзя содержать, потому что есть список, который утвержден Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Запрещено держать в квартирах и в жилых помещениях все виды псовых и кошачьих свыше 70 см в холке, а также морских черепах, все виды медвежьих, все виды шимпанзе, а также питонов свыше 4 метров в длину. О всех остальных животных, пожалуйста, главное помнить о том, что это живое существо, и к нему нужен подход и забот. Обязательно ли регистрировать питомца, и куда для этого нужно обращаться? Кошек и собак регистрировать обязательно. Для этого необходимо обратиться по месту жительства в ЖЭУ, либо в ЕРСЦ. С собой иметь паспорт с действующими прививками, а также для собак потенциально опасных пород требуется справка о прохождении курсов от кинолога. Также существует правило содержания домашних животных, то есть собаке потенциально опасных пород, которые прошли курс. Запрещено выгуливать детям до 14 лет. Собака должна быть обязательно в наморднике и на коротком поводке. А также запрещено выгуливать собаку на придомовых территориях, то есть возле дома, на детских площадках, а также на территориях парков, школ, детских садов. Обязательно нужно выгуливать собаку на строго отведенных территориях. Нужно ли платить налог на животное, и кто от него может быть освобожден? Конечно, на сегодняшний день налог на собаку непотенциально опасной породы составляет 11 рублей 10 копеек за квартал, на потенциально опасных собак 55 рублей 50 копеек за квартал. Налог включается в жировку. От уплаты налога освобождены пенсионеры, неработающие инвалиды, также инвалиды по зрению, когда собака является поводырем. Также в нашем городе от уплаты налогов освобождены жители, или частных одноквартирных домов, если собака не участвует в разведении и какой-то племенной деятельности. А вот что вы можете сказать про выгул на площадках общего выгула? Это действительно очень больная тема для собачников, для кинологов в том числе. В нашем городе 7 огражденных площадок, свыше 20 мест для выгула, которые не ограждены. Наши люди считают, что площадка – место для выгула. То есть это мы спустили собаку, собака занимается своими делами. В это время хозяин сидит на лавочке, лазит в телефоне, либо беседует с другими собачниками, не наблюдая, как его собака проводит этот досуг. Соответственно, не убирают за собакой на площадках. Это прям боль-боль. Ямы, которые собака выкопала, хозяин собачку забрал и ушел с площадки. Ямы остаются, приходят другие собаки, которые травмируются в этих ямах. Также владельцы, играя с собаками, могут не заметить и нанести себе увечья. Причем это действительно истории моих клиентов. Также собаки между собой, когда играют, они могут начать драться. На площадках хозяин должен принимать участие в этих играх. То есть он должен развлекать собаку, играть, контролировать ее игру даже с другими собаками. Потому что проще предотвратить собачью драку, чем ее потом разнимать. Потому что в драке собаки себя не контролируют, и они могут покусать как владельца, так и других членов этой пусовки. С каждым годом у нас в городе больше и больше огражденных площадок появляется. Но не стоит требовать столько у властей города каких-то благ для собак. Люди тоже должны принимать в этом участие. Соответственно, субботники на площадках, проводить сами жители. Покос, уборка мусора. Тоже должны принимать сами собачники. Никто не обязан убирать за вашей собакой. Вывоз мусора можно поднести к ближайшему контейнеру. И без проблем службы очистки города это все уберут. Можно обратиться в ЖЭС с просьбой покосить, например, площадку. А не сетовать о том, что все вокруг плохие, и кто-то что-то кому-то чем-то обязан. Как вы относитесь к самовыгулу собак? Очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что собака бесконтрольно, когда гуляет, с ней может произойти все, что угодно. Она может съесть отраву, которую разлаживают не для собак, допустим, даже, а для крыс, мелких грызунов на передомовых территориях. Она может попасть под машину, потому что мало какая собака приучена переходить дорогу на зеленый цвет. Также на нее могут напасть другие животные, бездомные собаки, собаки, которые, например, сбежали. Течка и собачьи свадьбы, то есть от этого никто не защищен. Если ваша собака не кастрирована, соответственно, она будет участвовать в этих собачьих свадьбах. А драки – это нормально. И вернется ли ваша собака домой – это вопрос спорный. Также любой выгул собаки без поводка даже в присутствии хозяина считается самовыгулом. Собака может испугаться громких звуков, собака может заинтересоваться другой собакой и побежать за ней вслед. И как бы она не была у вас обучена, то есть это контролировать хозяин, к сожалению, не может. Также никто не обязан любить вашу собаку, соответственно, если ваша собака любит здороваться со всеми прохожими, это не каждому понравится. Поэтому нужно уважать окружающих себя людей и при выгуле собаки брать ее обязательно на поводок. То есть без поводка гулять только на территориях для выгула собак. Зачем нужно обучать собаку? Собака – это уже часть семейной системы. И если обучать ребенка, водить его по курсам в школу, в садик ни у кого не вызывает вопросов, то по собаке вопросы до сих пор остаются спорными. Стоит ли обращаться к специалисту или не стоит. Это, конечно, личное дело каждого, но обучать собаку правилам поведения в обществе обязан каждый. Ваша собака не должна быть агрессивной. Она не должна представлять угрозу для общества. Ваша собака не должна гавкать на прохожих. Она должна соблюдать тишину. Соответственно, находясь в частном доме либо в квартире, нужно соблюдать именно уровень шума. То есть, может быть, соседи ваши хотят поспать днем. А если ваша собака лает 24 на 7, у вас могут возникнуть проблемы с участковым. У каждого свои правила поведения собаки. Но элементарное правило, то есть не кидаться, не гавкать, должны знать все собаки. А уже потом дело личное каждого научить свою собаку ходить рядом либо не научить. Научить ее каким-то определенным командам. То есть для каждого это свой уровень. Поэтому, если хотите найти общий язык с собакой, если хотите, чтобы она у вас слышала при любых раздражителях, тогда, конечно, лучше обратиться к специалисту. А вот бывают ли собаки неспособные к обучению? Я за 6 лет работы еще не встречала ни одной необучаемой собаки. Но встречала необучаемых людей, которые у себя в мозгах придумали, что их собака глупая. И они твердят это. То есть я беру собаку, показываю, что вот смотрите, ваша собака умеет и вот это, и вот это, и вот это. Ваша задача научить ее, чтобы она вас слышала. Но люди, к сожалению, они не хотят учиться. Им намного проще отдать собаку. Вы ее сделаете, и я ее потом готовой заберу. Но так не бывает. Когда собака со мной работает на все 100%, приезжая домой в привычные условия, со временем она перестает, потому что хозяин не оказывает на нее должного влияния. Он сам не умеет работать с собакой, он не умеет давать ей определенные команды. И собака понимает, что мне тут слушаться как бы и не обязательно. И весь процесс обучения скатывается к нулю. Именно поэтому важно работать владельцу, хозяину самому. То есть обучение собаки, начинать именно с себя. Поделитесь самыми главными, по вашему мнению, правилами воспитания собак. Нужно заинтересовать собаку в работе с хозяином. Вот это прям самое важное. Собака должна любить учиться. Давайте вспомним себя в детстве. Нравилось ли нам сидеть на уроке, например, истории или математики, когда нам было скучно? Конечно же нет. Соответственно, когда вы выходите с собакой на прогулку, либо на занятия, и начинаете просто с ней скучно, монотонно отрабатывать какие-то команды, которые собаке не совсем понятны, соответственно, собаке становится с хозяином скучно, и она пытается всячески избежать этого общения. Ей намного интереснее погонять котов, побегать за велосипедом. А хозяин уходит уже на второй план. Но когда хозяин становится лучшим другом для своей собаки, он на прогулках, на занятиях с ней проводит время, общается, даже элементарно просто разговаривает. «Какая-то у меня хорошая девочка или мальчик, какой ты молодец». Собака включается в процесс взаимодействия, и она начинает слышать хозяина, она начинает обращать на него внимание. И даже если где-то она хочет сделать что-то не то, слово «хозяина» уже имеет какой-то вес. Поэтому нужно на прогулках с собакой именно взаимодействовать, включать ее в процесс, заинтересовываться. Отлично. Расскажите, пожалуйста, еще про городской проект «Хочу в кинологи». Проект «Хочу в кинологи» у нас уже третий год идет набор. Первых два потока закончились замечательно. С каждым годом я ввожу в курс все больше и больше информации, так как сама тоже не стою на месте, постоянно учусь, постоянно развиваюсь, и, соответственно, мне хочется побольше дать информации детям. Этот проект был разработан для того, чтобы дети изначально учились правильно общаться с собаками, для того, чтобы они понимали, что собака — это не просто голова, хвост и четыре лапы. Собака — это глубокое, здравомыслящее существо, что к нему нужен каждой собаке индивидуальный подход, с каждой собакой нужно уметь работать. И, войдя во взрослую жизнь, наши ученики уже подходят осознанно к взятию собаки, к приобретению собаки. Они осознанно подходят к ее воспитанию, соответственно, проблем во взрослой жизни с домашними питомцами у них уже намного меньше. Для кого этот проект и где можно подать заявку? Этот проект для молодежи с 14 до 20 лет. Он абсолютно бесплатный. Заявку можно подать в социальных сетях. Ссылку можно найти на соц. страничках БРСМ «Молодежный мир». Вот, мы ждем. Какие еще проекты реализуете вы? Совместно с библиотекой имени Тавлая у нас есть проект для детей младшего школьного возраста «Почитай собаки». Как он проходит? Мы приводим социализированных, очень добрых собак. И приходят дети начальных классов, дошкольного возраста, которые умеют читать. Они выбирают книгу и в течение 15-20 минут они читают книгу четвероногому другу. За это время четвероногий друг внимательно слушает, где-то пытается лизнуть ребенка, где-то пообщаться с ребенком. То есть, всячески ребенок втянут в процесс взаимодействия с собакой. На что дети раскрепощаются, они не стесняются допускать ошибки в чтениях, они начинают любить книги, они начинают любить ходить в библиотеки и, соответственно, общаться с собаками правильно. Также мы сейчас запустили закрытый телеграм-канал для владельцев собак, которые хотят понимать немножко больше, чем я могу рассказать информацией на индивидуальных или на групповых занятиях. Что включает в себя наш закрытый клуб? То есть, это телеграм-канал, в который люди заходят и мы пишем информацию о питании, о воспитании, о проблемах поведения. Раз в месяц мы проводим прямые эфиры с кинологами других городов, с грумерами, с ветеринарами, задаем все животрепещущие вопросы. Также я даю домашки, на которые ребята присылают видеоотчеты. И мы разбираем каждый видеоотчет по молекулам для того, чтобы хозяин даже на расстоянии, у которого не может посещать наши занятия, мог обратить внимание на те ошибки, которые он допускает в воспитании питомца и как-то их исправить. Давайте топ-5 правил, и на что нужно обратить внимание, если человек решил обзавести собакой. Первое. Подумайте, хватит ли у вас времени на то, чтобы развить свою собаку? Если вы работаете с 8 до 8, соответственно, лучше вам эту собаку не заводить, потому что, независимо от породы, маленькая, карманная или алабай, каждой собаке нужен выгул для обогащения среды. Второе. Хватит ли вам ресурсов на это? Потому что кормить собаку это дорого. Лечить собаку это очень дорого. А без первого, второго не будет. То есть, если кормить собаку со стола, соответственно, рано или поздно у питомца вылезут проблемы со здоровьем. Третье. Это уход за питомцем. Сможете ли вы дать вашему питомцу нужный уход? Это как место для обитания, заводить, например, алабая в однокомнатной квартире, где кроме этого живут еще там пятеро членов семьи. Это не гуманно по отношению к собаке и к тем же самым членам семьи. То есть, будет ли у собаки свое место? Четвертое. Как вы будете заниматься собакой самостоятельно либо с помощью специалистов, прежде, чем покупая питомца, изучите рынок вашего города, изучите специалистов, чтобы потом в среди ночи не звонить, не писать, ай-яй-яй, помогите, у нас надо срочно помощь, там, ветврач, например. То есть, у вас должны быть контакты всегда ветврача, грумера, кинолога, зоотакси в нашем городе тоже есть, обязательно должны быть у вас контакты. И пятое. Все ли члены семьи готовы к вашему выбору, к вашему питомцу, все ли будут поддерживать вас, потому что, если очень часто бывает, мама хочет, например, добермана, а папа хочет шпица, или наоборот, вот, потом начинаются конфликты. И ни в коем случае не надо брать собаку ребенку. Ребенок еще неосознанная личность. И приобретая животное для ребенка, вы вешаете его на свою шею. И очень часто, когда приходят ко мне на занятия, говорят, что мы покупали ребенку, ребенок, вот там, неделю поигрался, потом ему надоело. Вот, поэтому приобретая для ребенка, учитывайте то, что вы будете заботиться сами о собаке. И еще вот, наверное, последний завершающий вопрос. Какое ваше отношение к безнадзорным животным? Конечно, их всех очень жалко. Но, если взять, например, котов и собак, люди, подкармливая под подъездами, они еще больше увеличивают и усугубляют эту проблему. Потому что одни кормят, подкармливают, соответственно, животные в поисках пищи идут к подъездам другим, это не совсем нравится, и начинаются конфликты именно в подъездах, в домах. Вот, поэтому, если вы хотите помочь бездомному животному, возьмите его к себе в квартиру, вылечите, приведите его в приличный вид и пристройте. Но не стоит их подкармливать именно под подъездами, потому что и дети пугаются, и это разносчик инфекций и заболеваний. вот, поэтому бездомных животных на улицах быть не должно все-таки. Я не говорю про усыпления ни в коем случае, но появляются они, конечно же, не с неба, они появляются в основном от неродивых людей, поэтому, если у вас дома есть кот или собака, намного проще ее стерилизовать, чем потом пытаться пристроить свое потомство и не дай бог выкинуть его на улицу или на мусорку. Огромное спасибо, Ирина, за такой открытый диалог. Спасибо. На этом сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова